добрый день дорогие друзья если у вас нет возможности сделать солнечную зарядку руками как я вам все время предлагаю если вы не можете вообразить как руками сделать это солнечную зарядку то вы можете солнышком подышать подышать ученые доказали что запах который мы чувствуем это не слияние химических элементов и взаимодействие между ними это звучание это вибрация это вибрация относится квантовой физики квантовой физики давайте я вам покажу маленький отрывочек из фильма популярного где об этом рассказано а вы после сделаете то что я вам потом покажу эти способности птиц вывели новую науку квантовую биологию это целый новый мир для исследований но ученые обнаружили что ее влияние распространяется не только на птиц но и на каждого из нас последние эксперименты показывают что квантовая физика проявляет себя прямо в нас и верите вы или нет но вы используете ее в своем носу бензодельгид и цианид имеют один запах они пахнут миндалем но у этих молекул очень разные формы так что замок и ключ не дает исчерпывающие объяснения работы нашего обоняния так почему же у двух молекул разных форм один и тот же запах он квантовая биология дает головокружительное объяснение она говорит что наш нос не нюхает молекулы химических веществ а слушает их новая причудливая квантовая теория о запахе основывается на колеблющихся связях эта теория примечательна тем что она больше говорит нам о поведении молекул или волновом поведении чем о форме молекул запаха сперва молекула запаха попадает на рецептор после чего передает молекулярные колебания кажется невероятным что мухи люди и собаки не могут нюхать звук квантовой биологии наше обоняние само по себе увлекательно интересно и таинственно но когда я сталкиваюсь с определенным ароматом и он вызывает волну воспоминаний и эмоции у меня в голове это подтверждает что и здесь замешана квантовая механика от этого я думаю все кажется еще более удивительным и так убедились что это квантовые действия а не химическое так вот это квантовое действие но точно также взаимодействует и является частью цвета то есть то что мы получаем от солнышка поэтому вы можете не просто сделать зарядку руками как я вам все время объясняю а можете подышать солнышком подышать но при дыхании почувствовать и направить этот свет на тот орган который вам хочется либо вы можете всю солнечную зарядку как я делать то есть это эпифиса гипофиза и все остальное проходить либо таким образом поддерживать свой орган который у вас страдает от недостаточности света очень хорошо влияет на легкие очень легко воспринимают через дыхание солнышко вот можно сказать ближние наши органы тут почки поджелудочная селезенка печень по кишечнику труднее солнышко проводить потому что мы не можем представить как он тут лежит поэтому вот просто брюшину можете греть этим дыханием солнечным дыханием ну и точно так же вниз в деду опускаете это солнышко особенно когда солнышко высокое и так просто нацелились и дышите дышите вдыхаете носом выдыхаете ртом дыхание должно быть естественной не мелкое дыхание как вас иногда учат не очень глубокое дыхание потому что это называется голотропное дыхание когда вы его сбиваете и вот эта недостаточность кислорода или избыток кислорода приведут вас к опьянению и вас появится такая радость это основа всех хитростей тех кто занимается дыханием вот вас ввести вот такое опьянение кислородное и тогда вам становится хорошо а вы попробуйте вот так просто спокойно подышать солнышко не знаю как вам а мне это нравится дело в том что снимая вот это все я здесь молюсь жду когда закончится сюжет и для того чтобы не шуметь в нем вот и научился этому дыханию солнечному и вы знаете очень хорошо действие все спасибо за внимание успехов вам и здоровья спасибо за внимание Продолжение следует...